Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Посмотрим, что происходит с биткоином сегодня и вообще. Если вам нравится крипто-контент, то сразу заваливайте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Итак, биткоин. Сейчас на момент записи этого видео он стоит 37 500, 37 360 даже уже, чтобы быть точным. И мы видим небольшой проливчик, небольшой проливчик за последние несколько часов. При этом достаточно хорошая, кстати, ликвидация лонг-позиции уже на этом проливчике. Хотя при этом, отдаляясь на 4-х часовик, мы видим, что все еще биткоин достаточно высоко держится в этом локальном движении. От 26 500, когда мы вырастали с вами на 44%, и мы все еще на 40% выше этих значений. То есть, в принципе, тут по закону тяготения в природе и силе притяжения гравитации, все еще мы можем сделать вот так вот, и ничего страшного не произойдет, потому что мы потом найдем какую-то макро-оптрендовую, и снова отобьемся от нее, и пойдем наверх. Поэтому тут, конечно же, никаких гарантий сейчас нет, что это все не грохнется. Тем не менее, по TRDR у нас с вами все еще очень сильный вот этот коридор подтверждается. Вы помните, с вами вот еще где-то отсюда мы следили. Если перейти на более младший таймфрейм, вот мы видим здесь очень сильные продажи и покупки. Продажи наверху этого коридора, соответственно, и покупки внизу. И мы все еще их видим, и цена все еще удерживается там. Но на 4-х часовом таймфрейме, друзья мои, появились продажи вот здесь. И это уже очень сильный сигнал, потому что на 4-х часовом таймфрейме они появляются достаточно редко. И здесь в основном покупки, пока вот мы все это время росли, здесь таких продаж сильных не было. На дневном таймфрейме их пока нет, но на дневном здесь тоже сильные покупки. Короче говоря, конфликтующие таймфреймы, конфликт таймфреймов, конфликт индикаторов. На Candle Wave снова загорелось, Buy, здесь он тоже замешкался. В общем, друзья мои, для того, чтобы реально понять, что происходит с биткоином, я предлагаю отдаляться. Отдаляться хотя бы на дневной таймфрейм для начала. Итак, что мы видим здесь? Мы видим то, что есть, конечно же, у нас аптренд. Биткоин уже вырос с 16 тысяч почти на 40. И все еще у нас здесь идет офигительно красивая поддержка EMA Ribbon на дневке. Посмотрите, мы от нее отбиваемся. И сильно вниз этой сетки не уходим. То есть, лично мой план, это все еще развитие событий наверх, локальное. И про торговку внутри вот этого коридора средних значений, о котором мы говорили, средних значений за 2021 и начал 2022 года. Это диапазон 32-49 примерно, 49 тысяч, ну 50 тысяч долларов за биткоин. Вот мы, собственно, видим, что мы уже входим в этот коридор. И пока мы не дошли даже до его середины. То есть, его середина это 40 тысяч. Но тут мы видим, кстати, первые серьезные рыночные вот эти зеленые пузырики. Это Market Order Bubbles. Кстати, совершенно бесплатный индикатор. Всем, кому интересно, советую его добавить. Мы видим здесь уже вот такие вот штуки, которые говорят нам, в принципе, о том, что локальная вершина, возможно, вот она. Вот она. И мы можем здесь поконсолидироваться, постоять еще или немножко упасть. Вообще не вопрос. Да, тем более здесь у нас, кстати, также медвежья дивергенция вырисовывается на дневном таймфрейме по RSI. И вот она сейчас уже отрабатывает. То есть, посмотрите, цена на самом деле все еще идет наверх, а RSI уже идет вниз. То есть, как бы это может нам говорить о том, что тренд ослабевает. Но, в принципе, это также может нам говорить о том, что цена более перепроданная уже на более высоких значениях. То есть, это, опять же, скрытый бычий дивер. Но давайте отдалимся на недельку, друзья мои, на недельки. Здесь кое-что становится более понятным на таком масштабе. Посмотрите внимательно. Сейчас я удалю все вот эти штуки. Посмотрите внимательно на цену биткоина на недельном таймфрейме, а также на RSI и на Cypher. Здесь, опять же, что мы видим с вами? По Market Order Bubbles мы видим четко вот здесь вот манипуляцию продаж, вот здесь манипуляцию покупателей. То есть, это был пузырь, соответственно, перекупленности, это был пузырь перепроданности. Мы точно такие же штуки видим с вами и здесь. Посмотрите, в прошлом цикле сильная перепроданность, сильная перекупленность. Вот. И даже здесь, кстати, в моменте, когда у нас была локальная вершина внутри бычьего цикла, мы видели тоже эти штуки. Пока мы их здесь не видим, что хорошо. Пока мы не видим сигнала на то, что нас ждет более такая среднесрочная, долгосрочная коррекция, как вот здесь. Вот. Что еще мы здесь видели? То же самое мы видели вот в этом цикле, и вот в этом, и вот в этом. То есть, с этой точки зрения у нас с вами, смотрите, прям 100% дно рынка, да, и мы идем, соответственно, статистически на новый перехай, как обычно, которого еще не было. То есть, выше 70 тысяч сбиток, да. Тем более, смотрите, у нас сетка EMA Ribbon перевернулась в бычью сторону, и мы удерживаем ее как поддержку на недельном таймфрейме, что сигнализирует нам тоже о начале более серьезного роста. Последний раз сетка переворачивалась вот здесь, мы сделали пару коррекций и улетели в космос. Вот, собственно, сетка перевернулась здесь, мы сделали уже одну коррекцию, может быть, сделаем еще одну, может быть, две, и потом, по идее, улетим в космос, если все продолжится так же. Вот. И что еще мы здесь видим с вами на этом графике? Давайте посмотрим. Мы видим с вами RSI, индикатор относительной силы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Что мы видим? RSI переходит в перегретую зону, начинает загибаться. Что многие люди начинают говорить в такой момент? Ну, все, у нас тут локальная перекупленность, это надо шортить. RSI всегда возвращается к средним значениям. Окей, соглашусь в теории. Но на практике давайте посмотрим, что обычно происходило у нас, когда RSI только-только выходил в перегретую зону. Первый случай. 2012 год. Тогда мало кто знал о биткоине, но тем не менее. Посмотрите. Биток вырос. RSI только вышел сюда. Что было дальше? Супер-мега-ту-земун, чуваки. Супер-мега-рост на 10 тысяч процентов. Первый такой случай. Второй такой случай. Что у нас было, когда RSI выходил в перекупленность после долгого нахождения внизу? Вот у нас RSI вышел в перекупленность. Где это было? Это было вот здесь. Давайте все эти штуки на графике отметим. Вот у нас был первый случай. Вот второй. Что было после этого? Вы можете сами видеть. Тоже были коррекции. Обратите внимание. Это не сразу. Был флет. Был еще почти... Было еще почти год флета, но тем не менее цена биткоина улетела на 6 тысяч процентов наверх. Окей, давайте посмотрим следующий такой случай. Вот он. Это был выход из перепроданности вот здесь. После этого на самом деле был еще год накопления и цена оказывалась даже ненадолго ниже, когда был коронадамп. Да, и RSI шел долго вниз. Тем не менее, все равно после этого, если мы посмотрим в долгу, то биткоин вырос еще на тысячу процентов. На тысячу процентов он вырос. И даже сейчас после медвежьего рынка на 75 процентов вниз мы все еще на 560 процентов выше, ребята. Почти на 600. Вот что важно понимать. Поэтому тут я вам хочу сказать только ту вещь, что RSI может достаточно долго находиться в зоне перекупленности на бычьих рынках, как вы можете посмотреть. И это хорошо, наоборот, а не плохо, что он там находится. То есть цена может долго расти, рисовать дивергенции и быть перекупленной на бычьем рынке. Это тоже важно понимать в своем среднесрочном, наверное, даже долгосрочном анализе биткоина. Ну и опять же, друзья мои, money flow. Посмотрите, где у нас находится индекс вливания денег. Вот эта вот линия, она бывает то зеленая, то красная. Сейчас я повыше вам сделаю, чтобы было удобней. На недельке мы видим, что это чуть ли не самый точный индикатор. Посмотрите, money flow зеленый, цена растет. Money flow красный, цена падает. Money flow зеленый, цена растет. Money flow красный, цена падает. Money flow зеленый, цена растет. Ну здесь был небольшой, конечно, красный период в коронадемпе. Money flow красный, цена падает. И внимание, друзья, у нас с вами только-только начинается зеленый money flow по сайферу. Поэтому, опять же, следим за сеткой EMA Ribbon, поддержка которой сейчас находится в районе 30 тысяч. И как бы, да, нас все еще могут, конечно же, пролить, как я уже сказал в начале видео. И мы с вами можем на этом зарабатывать, а не просто сидеть, смотреть. Если вы активно этим торгуете на наших любимых биржах, то вы можете как и в лонг, так и в шорт и на падение, и на росте цены зарабатывать. Но дисклеймер, друзья, потому что торговля на бирже – это очень опасно. Это не то, что ты залетел и прям легкие деньги. У меня лично, смотрите, все сделки в плюсе. Вот еще почему вы, кстати, должны быть подписаны на наш канал и на наш телеграм-канал. Потому что многие, кто этим торгует, следят именно за тем, как торгую я и торгуют другие трейдеры. У меня практически все сделки в плюсе. Эфир классик в небольшом минусе. Соответственно, все остальные альты уже пошли наверх. Я вижу, что биткоин немного скорректировался с эфиром, но при этом альты начали стрелять. Вот, аудиотрон потихонечку выходит. Дэш, кстати, тоже потихонечку стреляет. Касательно газ трейда, я все еще его держу. Кто смотрел прошлый стрим про газ лонг, я все еще его держу. Вот на Мексе тоже он вышел в небольшой минус у меня. Но также я здесь взял XLM Long Stellar на инверсной марже. Короче говоря, друзья мои, напишите в комментарии, торгуете ли вы этим и на какой бирже. И если вы еще не торгуете на бирже Мекс, Си или на бирже Гейт, обязательно зарегистрируйтесь по ссылке из описания и сделайте себе там аккаунт. Потому что нас ждет впереди бычий рынок, а соответственно много всяких призов, дропов и прочего для нашего комьюнити. Для тех, кто зарегистрирован именно по нашим ссылкам. Вот, так что да. Кстати говоря, и на Гейте, и на Мексе есть и Каста, и Дэш, и все наши любимые монеты. Так что биржи очень хорошие и достаточно френдли для всех. Вот, поэтому что тут скажешь, друзья? По битку надо смотреть, конечно же, за ним. Он сейчас идет в коррекцию. Нижняя граница коридора 36800 примерно. Я думаю, что можем легко туда сходить или даже проколоть еще чуть-чуть ниже этот коридор. Почему бы и нет? Вот. Если начнется более затяжная коррекция, то тогда действительно может быть имеет смысл ставить ведра на 0.38, FIBA на 0.5, на 0.618. То есть, грубо говоря, на 33 тысячи долларов, 32 тысячи долларов или даже 30 тысяч долларов, ребята, биткоин все еще может потрогать и продолжит восходящее движение. Но, ключевое слово может, потому что очень многие ждут его купить пониже, очень многие уже ставят ведра. И как мы знаем, часто биткоин делает так, как от него не ждет никто и удивляет всех просто вот такими свечками. Так что, на мой взгляд, приоритет все еще остается лонговый. Риски все учитываем сами. Ставим стопы, ставим тейки, ставим лайки обязательно. Что еще? Альтсезон. Помним, что альтсезон начинается, ребята, здесь и сейчас. Альтсезон не начинается с того момента, когда уже многие монеты сделали 1000%. Альтсезон начинается именно тогда, когда некоторые монеты, такие как Каспа, Рун, Солана, Линк, Инжектив, РНДР, Авакс и прочие, уже обгоняют биток за последние 3 месяца. Так что, если взглянуть на эту метрику в разрезе года, а не сезона, то мы видим, да, что действительно альткоин год еще не начался. И он, конечно же, может и не начаться, надо тоже это понимать. И все альты могут соскамиться. Но, опять же, статистически, если мы посмотрим, когда мы находились так долго здесь, внизу этой метрики, в биткоин годе, то это именно то место, где нужно покупать альты, а не продавать. И ждать уже от них более серьезного туза-муна. Так что, помните, это все, что я вам сказал, друзья, не забывайте. У нас все еще низкий риск по социальным метрикам, по ончейну, по прочим метрикам. Мы все еще недооценены, мы все еще ниже средних значений, ребята. По нашему логарифмическому трендовому каналу от Бенджамина Коуэна, мы все еще в канале, мы все еще в зоне накопления по битку. Вот это все, пожалуйста, помните. И учитывайте в своем теханализе, и в фундаментальном анализе, и в своей торговле, конечно же, тоже. Вот. Поэтому такие вот дела. С вами был Грин, и он же Фла-ла-ла. Ставьте обязательно лайки, проверьте, подписаны ли вы на наш канал, потому что, как только мы пробьем 100 тысяч подписчиков, дорогие мои, мы разыграем кучу крипты. Так что пишите комментарии, будьте подписаны везде, и вы, таким образом, автоматически участвуете в розыгрыше. Ну и напоследок я вам хочу показать еще вот такой вот график, он, конечно, мне кажется, более медвежий, чем бычий. Это биткоин, тот же самый, просто в разрезе одна свеча один год. И вот тут, конечно, ребята, возникает вопрос, а не скамина ли это? Не скамина ли это, и не пойдет ли он на ретест каких-нибудь средних значений в районе 150 долларов за монету? Не знаю, чуваки. Вот тут реально мы видим, что у нас всего было 3 коррекции на годовом таймфрейме. И на самом деле, если мы посмотрим, коррекции у нас тоже уменьшаются, как и возвраты. Минус 86% первый медвежий рынок был, минус 82% был второй медвежий рынок, ну и третий, если предположить, что он кончился, то он был всего минус 77,5%. Ну, в принципе, у нас и возвраты уменьшаются, да, и, соответственно, коррекции тоже становятся не такие существенные. Поэтому держите это в голове просто, что, в принципе, мы все еще можем войти в более полноценный медвежий рынок и нарисовать еще одну, или две, или три годовые красные свечки. И даже это нам не помешает перед этим сделать перехай, сходить куда-нибудь там на 200 тысяч долларов и потом нарисовать. Так что это надо тоже просто помнить и понимать, что никто здесь не застрахован ни от чего, ребят, на этом рынке. Вот, а на месячном таймфрейме... Вот, кстати, на месячном таймфрейме мне нравится, что происходит. У нас с вами money flow зеленый как и не заканчивался, так и прет. И мы на месячном таймфрейме вернулись выше сеточки EMA Ribbon и отретестили ее как поддержку. Вот это вот очень хорошо. Это очень хорошо, потому что мы до этого впервые в жизни опускались ниже нее, ну, не считая вот этого коронодампа, короткого закола. Долгое время мы там тусовались и уже поговаривали, что если мы сейчас отобьемся от нее, как это сопротивление, то это будет первый вход в медвежий рынок. Пока мы, собственно, показываем обратное, мы показываем силу, биткоин показывает силу, вот, ну и мы с вами, надеюсь, тоже показываем силу, не продавая свои биткоины. Вот, ждем, короче, Market Order Bubbles на месячном таймфрейме, чтобы говорить о том, что это вершина цикла. А пока верим, надеемся, ходлим. И еще единственное, что вот, знаете, что я вам хотел показать, вот, что я вам хотел показать, что по-хорошему, конечно, да, биткоин нужно вернуться вот на эту свою трендовую. Посмотрите, у него реально была трендовая, на недельках это лучше будет видно, да, вот, у него была реально трендовая вот отсюда, начиная с этого пузыря. Посмотрите, сколько раз мы ее удерживали в 15-м году, в 18-м, да, в 19-м. И даже вот здесь мы что-то немного по ней скользили, но в итоге пробились вниз. Соответственно, нам сейчас вернуться бы уже с учетом времени выше 125 тысяч долларов за биток, чтобы, ну, хотя бы потрогать эту трендовую как сопротивление. Вот. Так что имейте это в виду. Ну, если вы, конечно, не верите в такие бычи трендовые, то вот вам еще одна трендовая. Но она пока особо не подтверждена. У нее было всего здесь вот пару касаний в 13-м и сейчас происходит. Напишите в комментарии все, что вы об этом думаете, потому что я уже что-то много всего сказал. И продолжим в следующем видео или стриме. Обязательно ставьте лайки и проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Все, всем профитроли, удачи в торговле и хорошего дня, вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok